Бегство князя Бегство князя. Как оценивалось поведение князей, решивших бежать от врага? Достаточно яркий пример того, как книжники оценивали бегство своего правителя от наступавших монголо-татар, дает история Даниила Романовича Галицкого, одного из сильнейших правителей тогдашней Западной Руси, который решил не входить в столкновение с полчищами Батыя. О его поведении нам рассказывает Ипатьевская летопись, в составе которой дошли рассказы как раз галицких летописцев. То есть это рассказы своих книжников о своем князе. Если суммировать все, что мы знаем об их отношении к бегству Даниила, можно все это свести в одну очень короткую, очень простую и, может быть, даже где-то циничную формулу. Бегство своего князя не бегство вовсе. Если мы обратимся к Ипатьевской летописи, которая только что вроде бы описывала бегство в Европу Михаила Всеволода Черниговского, то увидим, что бегство Даниила Романовича Галицкого, своего князя, Ипатьевская летопись описывает совершенно в других тонах и совершенно в других терминах. «Приедя Баты к Киеву граду в силе тяжце, много множестве силы своей, и окружи град, и остал пи сила татарская, и бысть град в обдержании велица», пишет Ипатьевская летопись. В то же время ездил Даниил к королю в Угры, то есть в Венгрию, и был там, и не слышал приход поганых татар на Киев. Вы видите, как интересно оказывается, происходит осада Киева, а Даниил Романович, который в этот момент как раз и был фактическим киевским князем, в этот момент просто находится в Венгрии у венгерского короля. Не написано, что он бежал, он просто в этот момент там находится. После того, как Батый взял Киев, он услышал о том, что Даниил скрывается в Уграх, в Венгрии. Спустя какое-то время Батый решает идти на Угров. Венгерский король Белла принимает решение дать отпор Батыйю, и происходит сражение на реке Салоной, как называют ее ипотетипской летопись, это река Сайо или Шайо на территории нынешней Венгрии. Второе, крупное после битвы прилегнется сражение западноевропейских рыцарей с татарами. Мужественно сражаются венгрии, но тоже терпят поражение, и татары гонят венгерское войско до Дуная. Но в этот момент Даниила уже в Уграх нет. Он в это время возвращается в свою землю, в тот момент, когда татары уже ее покинули, и фактически дважды избегает столкновения с татарами. Первый раз под Киевом, в тот момент он находится в Венгрии, и второй раз в Венгрии, откуда он возвращается обратно в свою землю, как бы разменувшись с татарами. Летопись фактически никак не комментирует вот такие странные расхождения во времени и пространстве Даниила Галинского с монголо-татарскими завоевателями. Это очень характерный пример того, с чего я начал. Бегство своего князя не бегство вовсе. Такого рода отношения мы можем проследить и по другим источникам, в частности по Лаврентьевской летописи, летописи, которая отражает позицию книжников северо-восточной Руси. Например, мы знаем о том, из той же Лаврентьевской летописи, что на реке Сити Юрий Вселыч Владимирский оказывается не один. К нему приезжает Василька Константинович Ростовский, его племянник, и другой племянник Вселуд Константинович. Про этих князей мы знаем более-менее определенно. Про Василька Константиновича летопись сообщает, что он был схвачен татарами и впоследствии убит. А про Вселуда Константиновича мы не знаем, как окончилась судьба. Про него больше ничего не сообщается, но, судя по всему, что он не фигурирует в летописи, вероятнее всего, он тоже погиб во время событий на реке Сити. Но два других князя, которые оказываются на реке Сити, гибели избегают. Это Святослав Вселудович, младший брат Юрия Вселудовича. Он находится на Сити, он приезжает туда, потому что ему ехать до Сити недалеко. Он правит в Юрьеве-Польском, всего в нескольких десятках километрах от Владимира. Он оказывается на реке Сити, но гибели избегает. Он продолжает фигурировать на страницах летописи, потом уже ездит в Орду и даже в какой-то момент получает ярлык на великое Владимирское княжение после смерти еще одного своего брата Ярослава Вселудовича. То есть его нахождение на реке Сити в 1238 году не закрывает ему путь для каких-то контактов с татарами и даже для того, чтобы они ему даровали ярлык на великое княжение. Точно так же можно сказать и о князе Владимире Константиновиче, брате погибшего на Сити ростовского князя Василька. Он тоже остается в живых, он тоже потом ездит в Орду, и его нахождение на Сити также не препятствует выстраиванию контактов с татарами. Как они спаслись? Судя по всему, они смогли спастись бегством на реке Сити. Они просто не попали в руки татар, и это обеспечило им жизнь в дальнейшем. В самой Лаврентьевской летописи есть любопытный список русских князей, которых, как пишет летописец, Бог избавил от враг наших. «Здей Господь спасение велико князем нашим избавил есть от враг наших. Гониша по них татарове и не обретоша, якожа Саул гоняша Давида, но Бог избави от рук его». Такой сих Бог избавил от рук иноплеменных, пишет Лаврентьевская летопись. А дальше перечисляет, кого Бог спас от татар. Это князь Ярослав, то есть Ярослав Всеволодович, младший брат Юрия Всеволодовича. Шесть его сыновей. Александр Ярославич, это Александр Невский, которого мы прекрасно все знаем, Андрей Ярославич, Константин Ярославич, Афанасий Ярославич, Даниил Ярославич и Михаил Ярославич. А также Святослав Всеволодович, о котором мы только что говорили, брат Юрия и Ярослава, сыном своим Дмитрием, Иван Всеволодович, Владимир Константинович, два князя Васильковича, то есть сыновья убитого на реке Сити Василька Ростовского, Борис и Глеб, и Василий Всеволодович, еще один князь. Вот эти все люди, пишет книжник, «сохранены были Божью благодатью». Я хотел бы обратить внимание еще раз на эту цитату. Книжник пишет о том, что они были преследуемы татарами, яко Саул, гоняша Давида. Вспомним библейскую историю. Саул, злой, несправедливый царь, был поражен дьяволом, в него вселялась ярость, и время от времени ему приходило в голову убить будущего царя Давида. Саул предпринимал для этого разного рода усилия, но Давид каждый раз спасался от него, как бегство. Давид бежал от Саула. И эти ситуации описывались неоднократно. Это было неоднократное бегство. Многократно Давид спасался именно таким образом от гнева нечестивого Саула. В итоге Саул закончил жизнь плачевно. Давид победил и стал царем. Но вот этот способ спасения Давида от Саула, про который пишет летописец, говоря о том, как спасались русские князья от монгола-татар, указывает нам на то, что Господня Благодать действовала не в холостую. Это Господня Благодать, о которой он пишет, состояла в том, что эти князья смогли спастись бегством от татар. То есть даже в случае Владимира Суздальского летописания бегство своего князя – это вовсе не бегство. Это промысел Божий, который позволяет им спастись от нечестивых, от руки иноплеменников. В свое время венгерский историк Иштван Далманьош предложил очень интересную концепцию. Он написал о том, что отъезды русских князей из столиц являлись проявлением особой воинской тактики, так называемых регифугий. Регифугия – буквально бегство царя. Согласно этой концепции, в средневековиковый период личная безопасность князя являлась главным залогом безопасности государства. То есть пока жив князь, существует и государство. И по этой причине и сам князь, и подданные рассматривали бегство князя как способ обеспечения этой самой безопасности. В результате, как пишет Далманьош, наступило время великих побегов и даже возник обычай нахождения князя в бегах. Подводя итог всему нашему разговору о поведении князей в годы нашествия Батыя, я бы хотел отметить несколько принципиально важных моментов. Прежде всего, действительно, мы не знаем полевых сражений русских князей с монголо-татарами. Таких сражений не было. За исключением двух достаточно локальных событий. Это сражение под Коломной и сражение под стенами Чернигового. Второе. Никто из русских князей, за исключением рязанского князя Романа Ингваревича, оказавшего сопротивление монголо-татарам под Коломной, и черниговского князя Мстислава Глебовича, который попытался спасти уже осажденный Чернигов от завоевателей, не стремился вступать в бой с татарами. Двое из 36 упомянутых в источниках русских князей. Ни в полевых сражениях, ни в защите городов князья не оказались замечены. Большая часть князей все-таки постаралась избежать столкновений с татарами, удалиться в трудодоступные места или за пределы своих территорий, за границу, для того, чтобы не вступать с ними в прямой вооруженный контакт. Огромную роль в борьбе с татарами сыграли воеводы. Если из 36 названных по именам князей только двое участвуют в столкновениях с татарами, то из 6 упомянутых в контексте монгольского нашествия воевод, все 6 проявляют себя героически. Пятеро погибают в бою с татарами, в вооруженном столкновении с татарами. Один воевода Дмитр, которого Даниил Галицкий оставляет в Киеве вместо себя, выживает, но выживает только потому, что татары оставляют его в живых, восхитившись его героизмом и мужеством. Действительно, Дмитр и организовывает оборону Киева в отсутствие князя. То есть все шестеро воевод оказываются настоящими героями сопротивления. Огромную роль в защите городов сыграл героизм самих горожан. Брошенные князьями, оставленный произвол судьбы, они защищались до последнего. И многие из них, если судить по тем данным, которые дает нам археология, по тем находкам, которые сейчас сделаны в целом ряде городов и в Владимире, и в Ярославле, и в других городах, во многих случаях погибли с оружием в руках. В качестве примера можно привести и тех, кто оборонил Владимир, и тех, кто оборонил Торжок, Козельск, Киев, Ярославль, ряд других русских городов. Тем не менее, несмотря на то, что князья фактически устранились от сопротивления татарам, отношение к их поступкам в раннем летописании оказывается весьма лояльным. Книжники их не осуждают. Это удивительно, но факт. Почему так происходит? В чем причины такого лояльного отношения? Во-первых, потому что бежали многие. Бежали многие, и не только князья. В этом смысле поступки князей, вероятно, вписывались в распространенный тип поведения. Это не были единичные факты. Это было, видимо, такое массовое явление, вполне понятное в условиях надвигающейся вот этой вот катастрофы. Второе. Конечно, судя по всему, имела значение самоцензура книжников. Не случайно описывая бегство своих князей, они преподносят это таким образом, что это бог избавил князей от иноплеменников. То есть само бегство выглядит как спасительное решение в этих ситуациях. Очевидно, книжники вынуждены или должны были, или считали необходимым очень аккуратно описывать такого рода поступки, понимая, что читателями этих текстов будут потомки тех самых князей, которые спасались бегством от татар. Немаловажное значение на отношение к поступкам князей имела их последующая судьба. Дело в том, что многие из тех, кто бежал от татаров, в последующем погибли. Погиб Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский, погибли его сыновья, защищавшие, или, по крайней мере, находившиеся во Владимире в период нашествия. Погиб Михаил Всеволодович уже после нашествия, в 1246 году Михаил Всеволодович Черниговский, принявший мученическую смерть в Орде, отказавшись проходить языческие обряды в Ставке Батыя. То есть эти люди, согласно представлениям того времени, искупили свои прижизненные прегрешения. В этом контексте упрекать их в какой-то трусости или в недолжном поведении во время самого нашествия, возможно, книжники не считали возможным. Кроме того, судя по всему, бегство князей от татар стало обычной практикой. Наступило время великих побегов, и это время не кончилось только нашествием Батыя. Самый яркий пример – это бегство Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Московского, в 1382 году, когда спустя два года после выдающейся героической победы над полчищем Мамая на Куликовом поле Дмитрий Иванович вынужден уходить из Москвы, как пишет книжник, бежать на Кострому в момент, когда на Москву надвигается войско ордынского царя Чингизида, хана Тахтамыша. Надо сказать, что осуждение этим побегом в книжности появляется сравнительно поздно. Мы можем говорить лишь о том, что уже на исходе периода монголо-татарского ига впервые мы сталкиваемся с тем, что книжники подвергают сомнению моральность такого рода поведения князей. В 1480 году в своем послании на Угру духовник великого князя, архиепископ Босян Рыла пишет Ивану Третьему о том, что бегство недопустимо, что он осуждает бегство князей перед лицом монгольских нашествий. Он пишет о том, что князь, подобно пастыре, должен действовать, то есть находиться вместе со своей паствой. Тот же князь, который бросает паству и бежит, обрекает эту паству на расхищение волком, то есть вот в данном случае ханом Ахматом, который идет на Москву в 1480 году. Фактически это же можно обвинение проецировать и на все предыдущие случаи бегства князей. Несмотря на то, что осуждение бегства князей появляется в литературе и уже становится таким все-таки морально-нравственным эталоном, тем не менее это не избавляет князей от повторения такого рода поступков. Напомню вам, что самое последнее, пожалуй, бегство это бегство Ивана Грозного. В 1572 году Иван IV бежит из Москвы от надвигающихся войск крымского хана и за это заслуживает от своего оппонента, от своего противника на тот момент, князя Андрея Михайловича Копского, очень обидное прозвище. Бегун перед врагом и храняка, царь великий христианский перед бастурманским волком. То есть эта практика продолжает осуществляться и в этом смысле поведение русских князей в условиях нашествия Батыя закладывает, если угодно, некую такую традицию. Таким образом, мы можем говорить о том, что в годы нашествия Батыя на русские земли закладывается своеобразная традиция поведения русских князей по отношению к монгольским завоеваниям. А бегство князей становится достаточно спространенным типом поведения. Кто знает, может быть, именно в силу этого, именно в силу того, что такая традиция укореняется, само иго растягивается на долгие столетия. Ведь если мы вдумаемся, то окажется, что первое столкновение с татарами на поле боя это уже эпоха Дмитрия Донского. Это Куликовская битва, а за два года до этого небольшое сражение на реке Вожа. То есть порядка полутора столетий русские князья даже не помышляли о том, чтобы вооруженным путем противостоять полчищам монгольских завоевателей. И то ученые пишут о том, что Дмитрий Донской во многом действовал, исходя из того, что против него выступал монгольский темник Мамай, а не настоящий чингизит. Тем не менее, поступок Дмитрия Донского на самом деле был героическим и выбивающимся из привычной формулы поведения русских князей. Он первый, кто решил седать бой монголо-татарам. Это очень важная история, которая переломила на самом деле очень долгую, очень тяжелую для Руси тенденцию такого смиренного отношения к монголо-татарским завоевателям. В этом смысле Дмитрий Донской – первооткрыватель. Но при этом мы не будем помнить, что спустя два года после Куликовской битвы он сам прибег к той же традиционной линии поведения. Когда на Москву шел хан Тахтамыш в 1382 году, тот же Дмитрий Донской вынужден был отъехать, правильнее сказать, бежать из Москвы в Кострому. В этом плане новатор с одной стороны, с другой стороны был продолжатель традиций. И эти традиции, о которых мы сегодня говорили, во многом были связаны с той катастрофой, которая постигла Русь в годы Батыева нашествия. Редактор субтитров А.Семкин